Еще несколько прохладных дней обещают синоптики, в том числе пасмурную субботу. А с начала следующей недели погода начнет улучшаться, и столбики термометров до конца мая постепенно поднимутся до 20-25 градусов тепла. Так что не исключено, что запрет на свободное посещение лесов будет продлен. Каковы прогнозы на нынешний пожароопасный период и насколько преодолены последствия сильных лесных пожаров 2010 года? Вопросы напрямую сегодня адресованы министру лесного хозяйства республики Мариел Ивану Турецких. Иван Александрович, а существует ли опасность повторения событий лета 2010 года? Если вы помните, 2010 год был аномально жаркой погодой. Она характеризовалась отсутствием осадка с самого начала, после схода снега. Если вы бывали в лесах, ездили по дорогам, даже Кукшайский тракт, видели, наверное, как бы вдоль дорог образовались такие водоемы, некоторые даже похожи на озера. Это как раз результат того, что сегодня немножко почвенно-грунтовые условия в лесу изменились в плане того, что осадки, вот их поводок, значит, как бы землю насытил. Насытил землю и проезжая по лесам, те болота, которые в 2010 году были сухие абсолютно, то сегодня они превратились практически в лесные озера дополнительные. Но, конечно, говорить о том, что 2010 год будет или не будет такой характер лесных пожаров, по-прогому будет зависеть от нас. Независимо от состояния природы, погоды, влажности почвы, всегда самое большое, значит, влияние, это может оказать человеческий фактор. Если мы будем вести себя в лесу нормально, будем соблюдать правила пожарной безопасности, культуру поведения на местах отдыха, пребывания, значит, на озерах, конечно, 2010 года не должно повториться. Если говорить о итогах работы, что ли, вот о состоянии пожарной безопасности в лесах, на сегодня у нас в лесу произошло 8 лесных пожаров. На соответствующий период прошлого года таких пожаров было 12. Средняя площадь одного пожара на нынешний год 0,52 сотки, в прошлом году было 92 сотки. Конечно, есть какая-то существенная разница, что количество пожаров меньше, но нужно сказать, что нынче готовность у нас выше, и оперативности больше. Уроки 2010 года, конечно, сказали свое действие на подготовку, на наличие техники, на дежурство, на оперативность, вмешательство в тушение лесных пожаров. Поэтому я думаю, что вот та работа, которая была проведена после 2010 года, сегодня дает свои результаты. Иван Александрович, а насколько преодолены последствия лесных пожаров нашей республики и как можно оценить степень восстановления понесенного экономикой региона ущерба? После 2010 года у нас оказались поврежденными леса на территории республики более 72 тысяч гектаров. Если вот так в разрезе всех этих площадей посмотреть, то из них 40%, где-то 42 тысячи гектаров, 42 тысячи гектаров, это угонь повредил леса не сплошь, а выборочно. Выборочно, значит, в этих лесах леса сплошь вырубаться не будут, вырубаться будут только поврежденные деревья. Кстати, вот уже на территории около 50% этих насаждений работы проведены в прошлом году. Из федерального бюджета нам были выделены субвенции в объеме 39 миллионов рублей. Это специальные средства, выделенные на проведение работ по ликвидации последствий лесных пожаров 2010 года. Последствия лесных пожаров требуют после того, чтобы привести леса в порядок, надо провести лесовосстановительные работы. В текущем году, весной, мы уже начали работы вести по этим горельникам, посажены первые гектары. План, доведенный по посадке леса Рослесхозу на территории республики, мы выполнили. Кратчайшие агротехнические сроки. Посадку мы провели на площади 1300 гектаров. Это в основном горельники 2010 года. И, надо сказать, при этом высадили мы на территорию лесного фонда более 5 миллионов штук сиенцев и саженцев на лесной территории. Это очень большой объем. И, надо сказать, выразить благодарность общественным организациям. Приняли активное участие, есть и ВИП-персоны участвовали, волонтеры, школьники, студенты. И тому вот подтверждение то, что 12 мая был национальный день посадки леса, также республика хорошо на это откликнулась. Мы посадили более 5 миллионов штук. То вот все, в основном эти сиенцы были выращены силами арендаторов наших лесов. Продолжение следует...